Всем привет, меня зовут Евгения и давайте мы сегодня с вами поговорим на тему денег. Совсем недавно, кстати, я вспоминала, когда я была еще студенткой, вот что мне хотелось. Ай, хочу вареные джинсы, хочу вареную куртку. Кстати, вот мое поколение, мне сейчас 57, кто помнит, какая была мода на вот эти варенки и всем их, ну, кто в них ходил. И, кстати, на белые кроссовки они еще были тогда модные, актуальные, да, белые-белые кроссовки. И тогда мы это перепокупали, да, переплачивали, да, переплачивали, потому что тогда это был еще Советский Союз и купить это было особо негде. Мы перепокупали у фарсовщиков и стоило тоже и тратили на это тоже как бы немалые деньги. Ну, тогда, и просто вот, кстати, напишите, напишите в комментариях, кто люди моего, да, моего поколения, кто, кто тоже покупал что-то у фарсовщиков. Да, это была я, я покупала, потому что я тогда была студенткой, мне хотелось, мне хотелось тоже одеваться модно, красиво. Наверное, когда-нибудь сделаю такое видео, где просто у меня будут как слайды, фотографии, покажу свои студенческие фотографии. Кстати, кто хочет, чтобы я выпустила такое видео, просто видеослайды, может быть, фотографии будут с детства идти, потом мы перейдем на студенческую жизнь и так далее. Ну, я выпущу, почему нет, я уже стала задумываться, почему бы не сделать такое видео, просто идут фотографии, я вам буду как за кадром рассказывать, да, про эти фотки. И так я тоже долго вспоминала, а какие же мне были, ну, что же мне хотелось в молодости, да, в молодости тоже мне хотелось красивую одежду. Ну, и, ну, даже, мне кажется, мне кажется, когда я была студенткой, может быть, каким-то увлажняющим кремом для лица пользовалась, но если честно, я уже не помню. Если честно, я уже не помню, в 20 лет, мне кажется, я лицо даже и не увлажняла. Вот мне так кажется, но могу ошибаться, но я вот напрягала свою память и хотела вспомнить, но не могу. Чем становимся мы старше, тем наши потребности возрастают и денег нам нужно все больше и больше. Да, вот, кстати, зачем говорить, я совсем недавно, ну, месяца два назад обследовалась, ну, я обычно раз в год делаю обследование, сдаю анализы, ну, смотрю, какое у меня состояние здоровья. Это даже пойти в клинику, сдать анализ крови, развернутые, это тоже стоит деньги, а если этих анализов много, то представьте, что и сумма там будет немалая, а девочки меня поймут, а уход за лицом, крема качественные, это тоже все стоит деньги. А я еще люблю хорошее постельное белье, хорошее полотенце, ну, не важно, в общем, чем старше мы становимся, тем наши потребности возрастают, а те, кто люди любят путешествия, это тоже деньги. И, ну, вообще, деньги, 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 и чем больше, вроде бы как, тем лучше. Но давайте сейчас поговорим, а почему, почему у одних людей, вот как-то получается жить в комфорте, в достатке, вот вроде бы у них все хватает, а у других не получается. Но сейчас вы будете мне писать, что, ну, вот это зависит от зарплаты, зависит от, ну, где вы живете, 5-10, но от, ну, как, от статуса, да, потому что все мы, все мы нарабатываем с молоду, ну, вот я вам сейчас расскажу такую историю, а история это будет, ну, это даже не история, а вот такой пример. Когда-то давно, еще в 15-м году, в 15-м году, да, в 2015 году, когда я потеряла свой бизнес, а у нас был семейный бизнес, ну, почему потеряла, сейчас я не буду в этом видео вообще об этом говорить, может быть, может быть, может быть, я сниму отдельное видео на эту тему, где вам расскажу, ну, просто сейчас не хочу в это углубленно, как, уходить, потому что это очень-очень будет долго, и, может быть, кому-то это будет неинтересно, поэтому сейчас так сокращенно, да, когда в 15-м году я потеряла свой бизнес, и у меня было, ну, такое состояние, состояние, что дело дальше, как жить дальше, и, ну, мне было плохо, вот, мне реально было плохо, состояние такое было очень хреновое, а я вообще такой человек, я, ну, мне очень нравится, нравится, я вообще общительный человек, контактный, но в моей жизни все как в балансе, я очень люблю уединение, да, вот мне нравится уединение, вот, побыть, не одиночество, не путайте, пожалуйста, с одиночеством, но вот иногда мне нравится уединение, просто побыть наедине с собой, и вот я помню, вот, в 15-й год, когда вот это вот, да, у меня было, я была в состоянии, вот сейчас вот запоминать вот это ключевое, вот это состояние, когда вот все хреново, все плохо, бизнес потерян, и ты не знаешь, что делать, и мне очень хотелось это состояние поменять, потому что реально я вообще ничего не могла в этом состоянии делать, ни спортом не заниматься, ни уделять внимания своей семье, своим детям, они тогда еще были, ну, помладше, чем сейчас, и мне нужно было поменять это состояние, и мне очень помогло вот это вот уединение, да, я закрывала глаза, делала три раза вдох, три раза выдох, ну, это я просто говорю именно из своей практики, что я вот, я вспоминаю, в 15-й год, это не так давно было, сделала три глубоких вдоха, выдоха, вот наклонила голову вниз, и вот такое впечатление, как вот время остановилось, время остановилось, и вот у меня получилось, ну, я просто вспоминаю, получилось как вот немножко отключиться вот от всего, мне кажется, даже я вот никакой шум, я даже перестала слышать какой-то шум, вот может быть это было несколько секунд, может это была минута, может это было, может это было 5 секунд, ну, вот я побыла вот в этом состоянии, как вот, вроде бы как ты, вот, ну, вот у меня было состояние, что вот время остановилось, да, и вот после этого я стала представлять солнце, стала представлять солнце, вот луч солнца, и он меня греет, да, а я очень, я вообще солнечный человек, почему бы солнечный, я очень люблю солнце, просто очень, когда была в Ирландии два года, мне его очень не хватало, и я стала, вы знаете, я не стала думать, я не стала думать, вот я хочу представить солнце, как-то вот оно раз, вот на подсознании, да, мне подсознание, может быть, подсказало, я не знаю, как вот я стала представить солнце, что у меня вот луч, он меня греет, что прямо вот я греюсь в солнечных лучах, потом я стала как вот все больше и больше как купаться в солнечных лучах, и мне вот стало настолько как-то тепло, и вот эта теплота, она меня так изнутри прогрела, что вот это моя, ну, я скажу, вот это мое отвратительное состояние, ну, это не депрессия была, нет, ну, это было хреновое состояние, вот оно как-то стало прогреваться, и как-то вот от меня как отлетать, да, и на следующий день, вот я сейчас вам скажу, что самое ключевое, на следующий день, когда вот, я помню, пришла в спортивный клуб, и я подхожу, чтобы взять номерок, да, чтобы взять номерок, я говорю, привет, можно мне там номерок, ну, сказал свою фамилию, можно номерок, и в этот момент вот просто я помню, что я почувствовала, я, кстати, даже это сказала администратору, я чувствую, что ко мне приближается что-то хорошее, что-то вот оно, оно летит ко мне с какой-то стремительной силой, даже я это проговорила, да, я это проговорила, я чувствую, что ко мне именно вот приближается что-то хорошее, вот оно, вот даже сейчас во время такая как бы вот, я даже, ну, я вспомнила, да, я вспомнила это состояние, что ко мне это приближается, я даже не знала, что это, вот честно, я не знала, я, ну, у меня не было понимания, что это движется, но я точно знала, что что-то хорошее, что-то такое большое-большое, хорошее, прямо как локомотив движется в мою сторону, ну, ко мне, и буквально вы сейчас удивитесь, но представьте женщину, когда потерян бизнес, когда вы понимаете, что нужно как-то зарабатывать деньги, нужно, ну, понимать, как двигаться дальше, когда я, можно сказать, что всю жизнь была частным предпринимателем, зарабатывала деньги, и тут бизнес закрылся, ну, почему, потом расскажу, не в этом видео, ну, его нет, и вот это вот неведение, оно очень сильно пугает, вот, а что делать дальше, как жить дальше, и буквально, вот сейчас вы очень сильно удивитесь, и буквально через две недели, через две недели, ну, приблизительно через две недели, как я почувствовала, что ко мне движется что-то хорошее, ну, вы сейчас удивитесь, но это реально произошло, я поехала отдыхать в Дубай, поехала отдыхать в Дубай на две недели, хотя было приглашение, было приглашение, да, поехать на месяц отдохнуть в Дубае, в Абу-Даби, в очень роскошный отель. И я вообще этого не ожидала, понимаете? Вы не поверите? Ну, вот, как вам объяснить? Да, вот это произошло. Потом, потом я вам расскажу, кто пригласил и почему меня пригласили. Но я это почувствовала за две недели, что что-то хорошее движется в мою, как в мою сторону. И когда я туда полетела, я там оттаяла, я там прогрелась на солнце, ну, солнце, море, сделали свое дело, и я вошла вот в это вот состояние, вот действительно там купалась, плавала, наслаждалась, и мне было хорошо. И я думала, блин, вот это состояние, вот знаете, как я все вспоминала свое первое состояние, когда вот я сделала три вдоха, три выдоха, опустила голову, сначала как время остановилось, а потом я купалась в солнечных лучах, вот этот луч света, и вот это вот плохое, как от меня отлетало, я для себя, вот сейчас ключевое, я для себя сделала такой, ну, это, опять же говорю, это мой опыт, мой опыт, может, у кого-то есть другой, пожалуйста, напишите, это мой личный опыт. И я для себя сделала такую, как галочку, что чтобы в твоей жизни все было благополучно, комфортно, чтобы у тебя были деньги. Ну, я не люблю слово много, денег, и я потом в конце видео скажу, почему, почему, если вы будете говорить, я хочу много денег, у вас это не будет никогда работать, да. Почему это не работает, я скажу в конце видео. Опять же, это будет мой личный опыт. Почему в вашей жизни достаточно денег именно столько, ну, вот я за себя говорю, сколько мне нужно, да, сколько мне нужно. И это я вам сейчас, девчонки, мальчишки скажу, это состояние, вот это вот состояние. Я, кстати, много лет назад, много лет назад прошла учение Хосе Сильвы. А Хосе Сильва, если вот кто-то, вы даже можете загуглить и почитать про Хосе Сильву, он учит, как уходить в альфа-уровень, как там к себе притягивать, загадывать желания. Ну, я когда, я прошла, я прошла этот, самостоятельно, да, я купила книжки, я купила книжки тогда в интернете. Мне кажется, тогда, кстати, интернет один был, да, когда я узнала про Хосе Сильву, да. Я купила книжки и, нет, я не купила книжки, вернее, мне эти книжки подарили, да. Я вообще, сразу я скажу, что я не купила, мне эти книжки подарили. Я прочитала, мне очень понравилось. И я вот пыталась, пыталась по Хосе Сильве каким-то вот, скажем, себя приблизить, научиться себя приблизить к какому-то вот спокойствию, комфорту, сделать в своей жизни благосостояние. Да, я училась. Я не скажу, что это легко. Это нелегко, особенно когда мы делаем вот эти, ну, кто в теме, кстати, напишите, кто когда-то читал про Хосе Сильвы, когда мы делаем вот эти обратные отчеты от 100, там, 199, 98, только делаем это медленно и делаем в обратную сторону, да, я это тоже все делала, но сейчас не об этом. Я говорю о том, о состоянии. Вот, девчонки, мальчишки, кстати, хочу напомнить, хочу напомнить, да, что вот этим состоянием, наверное, вот этим состоянием у меня и, может быть, и получилось, может быть, и получилось, ну, буквально, да, буквально вот за последние, за последние 8 месяцев, за последние 8 месяцев, пока нахожусь в Украине. Я была в Таиланде, да, я 10 дней была в Таиланде, а свой день рождения, да, свои 57 лет я отметила на острове Маврикий. Поэтому, знаете как, я не скажу, что я об этом мечтала, но я это представляла в своей голове. А сейчас вам скажу, вот самое ключевое, наверное, вот, чтобы это все подытожить, как я себе делаю это состояние и как это работает в моей жизни. Вот сейчас, вот, я на данный момент нахожусь в Украине, я, да, нахожусь в Украине, и что я делаю? У меня есть наушники, я их одеваю, включаю музыку. Конечно, я люблю это делать в уединении, чтобы рядом со мной никого не было. Это вообще идеально, ну, это просто идеально. Ну, если, допустим, в квартире никого не будет, для меня это просто сработает на миллион, ну, скажем, на x10 больше. Когда в квартире кто-то, да, ты стараешься делать, но там немножко как более слабее. Ну, я люблю уединение, чтобы никого не было, я одеваю наушники и включаю, да, я включаю ту музыку, от которой я, знаете, как, мне вообще нравятся вот зарубежные хиты, там, 80-х. Вот что-то я возьму, я не буду говорить именно конкретно, что я включаю, потому что, в принципе, думаю, вам это будет неинтересно, думаю, что у каждого из вас есть что-то, вот, какая-то любимая музыка. Не важно, я включаю музыку, сначала я танцую, вот этим танцем я себя, как бы я, вот как вам объяснить, вот наша жизнь, вот как бы одна плоскость, я как бы выпрыгиваю. Ну, может, это кому-то будет непонятно, я просто говорю своим языком, как бы выпрыгиваю в другую плоскость, там, где всё хорошо, там, где нет ничего плохого, и я вот выпрыгиваю туда, и уже как бы нахожусь там. И я представляю, я представляю, допустим, вот всё то, что я в своей жизни хочу, я это представляю, что оно у меня это уже есть, и я живу в этом состоянии. Я даже могу, вот, допустим, что-то мне, кстати, вот я вам сейчас скажу, вы сейчас, конечно, удивитесь, когда мне, когда у меня ещё не было, когда у меня ещё не было 100 тысяч подписчиков, было где-то 80, ну, неважно, а я так сильно хотела 100 тысяч, да, я просто представляла, я закрывала, одевала, одевала наушники, танцевала, я представляла, что вот эту цифру, вот, она уже есть, и я так радовалась, что вот это, что вот, что вот это событие, оно уже случилось, понимаете? Я это прожила, я испытала эти эмоции, и вот тут ключевое, что это не просто нужно представить, а нужно испытать эти эмоции, войти, как бы, вот что это у тебя уже произошло. И сейчас я говорю, почему так важно не проговаривать, я хочу много денег, это не сработает, потому что Вселенная, она не понимает, а сколько много, может, для вас там достаточно будет 100 евро, да, ну, допустим, вы всегда, всегда нужно проговаривать, всегда нужно проговаривать. Вот, к примеру, вот, мне, допустим, ну, это, это пример будет, пример, я хочу, я хочу, чтобы у меня, чтобы у меня там, ну, допустим, это, это все пример, я хочу, чтобы у меня доход был мой, там, 5 тысяч евро, ну, образно, это образно, вы представили, что они у вас есть, вы прожили это, вы обрадовались, вы обрадовались этому, и вы в своей голове еще должны понимать, а что вы с ними будете делать, как вы, ведь деньги, как вам объяснить, денежная энергия, это вот, кстати, один такой момент, сейчас немножко перепрыгну, отвлекусь, много раз было, когда человек выигрывал, там, который не умел обращаться с деньгами, там, выигрывал большую сумму, и он за месяц их спускал подчистую, просто спускал, да, а тут изюминка в том, что вы должны понимать, а что вы будете с ними делать, как, для чего они вам нужны, вот, допустим, для чего они вам нужны, вот, девчонки, вот, к примеру, возьмите листик и напишите, вот, я хочу, допустим, там, такой-то крем, он стоит столько-то денег, раз, галочку поставили, хочу, сыворотка такая, стоит столько-то, там, умывалка такая, столько-то, ага, вы понимаете, что на уход за лицом вам надо, там, допустим, ну, образно, там, ну, к примеру, 180 евро, да, ну, там, грубо говоря, на 3 месяца, да, и вы уже понимаете, что вам нужна именно эта сумма, и вы, это все, девчонки, мальчишки, это все приблизительно, просто вы должны понимать, сколько вам нужно и для чего, для каких целей, вот, какая сумма и для каких целей, здесь же опять скажу такую вещь, что если человек зарабатывает 500 евро, 500 евро, и он будет мечтать, там, о 5 тысячах, у него это, скорее всего, не сработает, а почему не сработает, делайте все постепенно, зарабатываешь 500 евро, ну, помечтай, там, о тысячах, о полторы, ну, вот, постепенными такими шажками, более, более реальными, не то, что я скажу, вот, я представила, там, звезду с неба, и я ее держу, нет, такого не будет, но если вы будете все реалистично, реалистично мечтать, входить в это состояние, представлять, проживать, испытывать эмоции, вот, понимаете, тут, главное, вы должны понимать, сколько вам нужно денег, представить эту картинку, прожить в ней, прожить, испытать эти эмоции, испытать, просто вот, чтобы у вас холодок по спине прошел, чтобы у вас, ну, я не знаю, как это сказать, ну, вот, это вот, даже сейчас я говорю, я даже, наверное, сейчас уже вошла в это состояние, вы должны это прожить, прожить, вот, когда вы это проживете, поймете, для чего представите это все, то, поверьте, вы это все притянете в свою жизнь, и очень-очень быстро, и вы сделаете вашу жизнь комфортной, в достатке, и еще один такой момент, для тех, для тех, кто не верит, а сейчас вот я, я знаю, что будет сейчас много хейтеров, которые будут писать, ай, да это не работает, да 5-10, так, уважаемые хейтеры, проделайте, пожалуйста, вот, одно такое задание, да, одно такое задание, и если вы его сделаете, ну, как, это задание будет выполнено успешно, то я извинюсь перед вами, скажу, да, моя практика не работает, а задание будет состоять вот в том, вот в чем, пройдите, пожалуйста, в самый дорогой магазин косметики, или в самый дорогой магазин одежды, какой у вас есть в городе, померяйте, отложите эту вещь, или поговорите с продавцом о косметике, только поговорите так, чтобы он понял, что вы здесь сто раз были, что вы можете купить, если вы этого не застесняетесь, если вы спокойно зайдете в самый дорогой магазин, и для вас это будет нормой, вы, у вас там не будет какой-то дрожи, а, боюсь, или там, как, что там, продавцы про меня скажут, и если вы это спокойно сделаете, то поверьте, у вас, у вас в жизни может все-все получиться, и вы можете притянуть, но если у вас не получится, и если вы этого боитесь, то, то, увы, да, а к чему я это сказала? Потому что, если мы сами, если мы сами не верим, нет, я неправильно сказала, если мы сами себе не разрешаем, не разрешаем, вот мы внутренне, вот, допустим, да, вот у нас есть определенная сумма денег, но у нас есть два варианта, купить, ну, допу, это все, еще пример, купить крем подешевле, ну, вроде бы, как он тоже помогает, и как состав такой неплохой, и более качественный, но очень дорогой, ну, скажу, допустим, пусть он будет в пять раз дороже, да, вот какой вы крем купите, я уверена, что большинство, ну, большинство скажет, ну, я куплю подешевле, вроде как, и состав хороший, девчонки, мальчишки, пока мы сами не будем себе разрешать, разрешать, просто разрешать что-то лучшее в нашей жизни, оно не появится, оно не появится просто, да, вот такой, вот так это работает, и, кстати, совсем недавно, вот, давайте вот это уже будет для всех задание, вот сделайте, сделайте полностью для всех, к тем, кто хочет в своей жизни сумму, которая вам нужна, я не проговариваю много денег, потому что много денег эта установка не работает, кстати, сделайте такую галочку, да, если в вашей жизни нужна определенная сумма, там, на косметику, там, на что-то еще, сделайте вот такую ступеньку, как, поднимитесь на ступеньку, чтобы быть поближе к тому, скажем, к этой практике, которая сработает, пойдите в магазин, вот, пойдите в магазин, дорогие девчонки, мальчишки, пойдите в магазин, и просто, вот, не задумываясь, купите себе авокадо и красную рыбу, вот, увидели красную рыбу, без скидки, купите кусок себе, сколько там, 180 грамм, просто для себя, вот, купите авокадо, самое красивое выберите, самое большое, на цену не смотрите, вот, если вы это сделаете, вы это сделаете для себя, поверьте, вы не обеднеете от этих денег, но если вы это сделаете, вы, вы себе разрешите, как вот, там, там такой, как бы, будет этот колокольчик, ты-ды-ды-ды, ага, там, вот, Ирина там, или Ольга, она себе разрешает, она себе разрешает, самое лучшее из еды, значит, ей нужно еще больше дать денег на эту вкусную еду, понимаете девчонки вот и мальчишки вот так это все работает да и по-другому друг друг других наверное вариантов и практик нет поэтому чтобы подытожить это видео но наверное но длинная получилась на ссоре мой опыт мой личный опыт показывает что самое самое лучшее притянуть свою жизнь и комфорт достаток достаточно достаточное количество денег именно столько сколько вам нужно это войти в нужное состояние войти в него прожить испытать вот эти эмоции и вы это все знаете как вот вы как магнит будете когда человек испытывает эмоции этаж энергия понимаете все в нашей жизни это энергия мы испытали эмоции вот это вот энергия пошла и мы как магнит это притягиваем и она будет вашу жизнь а вот поверьте но будут приходить это работать миллион процентов просто миллион те кто те кто неверующие вот сделайте с рыбой с авокадо или тому или с каким-нибудь кремом дорогим в конце концов ну что-то что-то купите для себя то что вы вы хотите это купить а вам жалко на это денег а вы возьмите и купите посмотрите как ваша жизнь и как-то буду будто не появляться с каких-то источников будут приходить может вас по вот знаете как просто вот мы многие живут в квадрате и боит боятся выйти за рамки этого квадрата а вы просто раздвиньте этот квадрат и выйдите и вашей жизни все все получится ну напишите пожалуйста ваши видео видео конечно о деньгах как привлечь там всякие ритуалы есть много но данное видео я расскажу свою лично свой жизненный опыт который я прожила который работает которая на минуточку который работает и я с вами хочу им поделиться жду но сейчас наверное будет много и хитерских комментариев но ничего я никакие не удаляю так что жду ваши комментарии давайте будем делиться и знаете как для тех кто хочет достаточное достаточное количество денег напишите в комментариях хочу только не пишите много денег вот сколько вам надо допустим там хочу там 1000 евро образно вот просто напишите и вы знаете этим вы больше как больше приблизитесь ведь правильно говорят приблизитесь к своему желанию а все желания исполняется как вы знаете если мы сильно сильно чего-то хотим а когда мы что-то прописываем это работает еще сильнее так что девчонки мальчишки все кто хотят достаточное количество денег пишите там хочу 10 тысяч евро напишите все реально пожалуйста пишите реально хочу там 5000 ну почему вам не в евро просто мне мне больше нравится в евро вот кто у кого какие деньги пишите там хочу сумму и денег и я надеюсь что это видео поможет очень многим осознать такую вещь которая не является никаким секретом в эти ведь этим секретом владеют очень многие богатые и успешные люди они живут этим состоянием что не успешно у них это у них здесь в голове они успешны и они проживают это все в себе а нам нужно лишь научиться сделать на шаг вперед вот у нас есть мечта иметь там 100